Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья! В последнее время получаю очень большое количество просьб снять видео о том, как я привязываю свои безмотыльные мормышки. То есть, как я привязываю чертики, как я привязываю гвозди-шарики и мормышки с отверстием. Ну вот именно об этом будет наше сегодняшнее видео. Первыми на очереди будут гвозди-шарики и мормышки с колечком, которые не обладают своей собственной игрой. Отсюда и название «Гвоздик», потому что мормышка гвоздит во время проводки. Я видел на просторах ютуба некоторые видео, где гвозди-шарики с колечком, получается, привязывают не за колечко, а именно за цевьё крючка, то есть вот за это место. Я считаю это абсолютно неправильным, потому что гвоздик не имеет своей собственной игры. Он просто гвоздит, то есть двигается прямолинейно. Наша задача привязать мормушку так, чтобы она как можно свободнее себя вела при возвратно-поступательных движениях. Чтобы вольфрамовое тело чаще ударялось о латунный шарик или пластиковый кубик и раздражало этим самым рыбу. Поэтому мормышки-гвоздики и всевозможные мормышки с колечком, которые не имеют своей собственной игры, я чаще всего привязываю на петельку. И сейчас я вам покажу, как это делается. Итак, как привязать гвозди-шарик. Значит, стоит отметить то, что все мормышки вяжутся на руках. Но для наглядности видео я зажал мормушку сейчас в тисках для изготовления нахолстовых мушек. Итак, первым делом мы продеваем леску в колечко-крючка. Вот так. Сейчас я вытащу мормушку из тисков. Вот у нас получается, что мормушка висит на петельке. И дальше мы делаем двойной прямой узел. То есть мы берем лесочку, складываем ее вот так вот петлей. И в эту петлю два раза продеваем нашу мормышку. И здесь идет интересный момент. Как затянуть эту петельку так, чтобы она была маленькой. Мы берем вот эту получившуюся петлю и вот таким вот образом накидываем на петельку мормушки нашей. И начинаем тянуть. И видите, у нас затягивается получается эта петля. И не доходя до конца, то есть не затягивая до конца, мы эту петельку скидываем. Вот так вот. Видите? И уже затягиваем. Но предварительно узел надо смачивать, иначе леска перетрется. И вот у нас гвоздик висит на петельке. И теперь нам надо только удалить излишки. Вот у нас получился идеальный узел для привязывания гвозди шарика. Отдельной группой мормышек, которые периодически стоит привязывать за цевьё, являются всевозможные клопики и кобры и так далее. То есть мормышки, обладающие специфической геометрией и собственной игрой. Иногда бывают случаи, что клопик, привязанный на петлю, работает хуже, чем клопик, привязанный за цевьё. Тут всё дело в перегибе лески через ушко крючка. Чем леска толще, тем под более острым углом относительно этой лески будет висеть мормышка, а значит она будет хорошо раскачиваться и лучше собирать рыбу с большого расстояния. Однако это применимо в тех случаях, когда рыба активна. Когда рыба пассивна, как правило, работают умирающие проводки и мормышки без активной игры. То есть гвоздики, чертики и другие мормышки, у которых нет своей собственной игры. Также этот способ привязывания применим к мормышкам с отверстием в теле. Клопика с колечком привязать так, чтобы он хорошо играл. Довольно просто. Мы продеваем леску с нижней стороны, со стороны загиба крючка. Вот так вот продели леску. Дальше формируем вот такую вот петлю. Её держим и начинаем обматывать цевьё крючка. Достаточно сделать всего-навсего 5 оборотов. Вот так вот обмотали и кончик лески продеваем в петельку. И теперь затягиваем. Но перед затяжением надо смачивать узел, чтобы леска не перетёрлась во время затяжения. Вот и всё. Затянули. Мормышка полностью привязана. Излишки либо откусили, либо отстригли. Вот так мормышка у нас будет висеть не прямо, а именно под небольшим углом. И во время игры она будет хорошо раскачиваться. Точно так же привязываются безмотыльные мормышки с коронкой, имеющей в своём теле отверстие для пропуска лески. Леска продевается сквозь отверстие. Дальше делается петля. Вот такая петлю мы держим двумя пальцами и начинаем обматывать пять оборотов. Иногда можно сделать шесть, но в основном пять. Всё, сделали пять оборотов, перехватились вот так, леску продели через петельку, опять перехватились и затянули. Вот получился узел. Но узел надо смачивать, то есть обклюняли его, чтобы леска не перетёрлась, когда будете её затягивать. Много рыбаков бывает затянут на сухую узел, леска между собой, витки трутся очень сильно, леска перетирается, потом крупную рыбу подсекает, и во время подсечки происходит обрыв. Всё, излишки мы обстригаем. Вот. Так будет висеть мормышка получается, если мы её привяжем таким узлом. Ещё одной группой мормышек, по которым возникает много вопросов, являются черти. Черти бывают с петелькой, вот такого плана чертики, сочленённые даже, вот такого плана чертики с петелькой, а также чертики бывают со сквозным отверстием в мормышке, то есть вот здесь идёт сквозное отверстие. Значит, черти с петелькой я привязываю на петельку, а черти с отверстием в теле я привязываю за цевьё крючка. Как это делать, сейчас я вам покажу. мормышка чертик с колечком в данном случае это самодельный чертик точно так же привязываются на петельку как и гвоздешарик. То есть вот я проделал леску получается в колечко крючка вот вот она сложена вдвое леска делаю петлю большую и два раза продеваю туда своего чертика и затем аккуратно затягиваю точно так же видите леска у меня затягивается на мормышке в последний момент я ее скидываю и протягиваю вот получился узел излишки лески я сейчас опять обстригу вот у меня получился чертик висящий на петельке ну а теперь давайте разберем как я привязываю чертиков с отверстием в теле тоже делается все просто берем леску продеваем ее сквозь отверстие в чертике вот она леска вышла еще ее немного проталкиваем вот вышел достаточно большой отрезок лески делаем получается петлю вот она берем петельку и сюда же заводим крючок вот так чтобы держать двумя пальцами и петлю и крючок и начинаем вокруг крючка обматывать также пять оборотиков все выводим так чтобы у нас кончик лески смотрел сюда перехватываем ся и кончик лески продеваем в петлю и теперь берем вот этот отрезок лески который идет от колечка точнее от отверстия и его тянем когда мы его тянем у нас затягивается эта петля все петелька затянулась и в разные стороны мы потянули вот получился привязанный чертик ну вот вы и ознакомились с тем как я привязываю свои безмотыльные мормышки ну а мне пора собираться на рыбалку в очередной раз ехать открывать первый лед всем здоровья всем успехов не хвастай не чешуи и встретимся в следующих видео